Девушки отдыхают И характеристики их исследуемых территорий Соответственно, исследователь Дальнего Востока, участвовавший, установивший, что Стахарин является островом Здесь необходимо, это Геннадий Иванович Невельской Это человек, основавший город Николаевск на Амуре Хабаровского края Это в данный момент моя родина, Николаевский пост был установлен Человек, после того, который водрузил флаг на Николаевском посту, на Амуре Было Николаем Первым произнесена знаменитая фраза Где поднят русский флаг, он опускаться больше не должен Афанасий Никитин Афанасий Никитин это очень знаменитый путешественник Автор путевых заметок «Хождение за три моря» То есть человек еще со 200 лет до открытия путей, морских путей И знаменитыми путешественниками Магелланом, Колумбом Соответственно, в поисках прошел через три моря И дошел до Индии Умер, конечно, по дороге домой уже непосредственно Далее я на этом остановлюсь Ерофей Павлович Хабаров Ерофей Павлович Хабаров Это составитель чертежа по реке Амур То есть тот, кто основал при Амуре, кто устанавливал Амур Умер он, конечно, в Сибири, не на Амуре Потому что в дальнейшем, по определенным оговорам Он на Амур не вернулся Но он первый, кто составил чертеж самой реки И определил, что основная часть Амура принадлежит Российской империи Ну и Папанин Папанин это участник работы дрейфующей станции Северный полюс-1 Это человек, который в советский период времени Основу изучал наш северный Ерофей Павлович Хабаров История редко делается в белых перчатках В области исследования неизведанных земель Освоения Дальнего Востока, тем более Типичный, первопроходец, суровый, решительный человек Редко жалеющий даже себя и тем более других, особенно чужеземцев Таким был Ерофей Хабаров Восполагавший первую серьезную русскую экспедицию Целью которой было покорение при Амуре Родился наш герой в начале XVII века На севере страны В какой-то полусотне километров от Великого Устюга Не вытерпел и Хабаров Оставив в Устюже уезде жену и малую дочь В 1626 году Он взял младшего брата и отправился за Урал Братья двинулись в златокипящую Мангазию Русский заполярный город Разобравшись с мангазейскими делами в 1638 году Хабаров Направился на реку Лена В начале его группа занималась добычей соболя Но затем Ерофей решил изменить род занятий И стал варить соль, а также пахать землю Выбор был верный Снабжение старателей предметами первой необходимости Зачастую не менее прибыльно, чем поиски самого золота Хлебные дела тоже шли хорошо Ресурс Сибири был дефицитным Скоро Хабаров стал одним из главных поставщиков в городе Якутск По договору с властями Хабаров вплатил десятую часть урожая Но Сибири 17 века была довольно далеким от царского ока местом И там был возможен абсолютно любой беспредел Поэтому якутский воевод, увидев, как хорошо у Хабарова идут дела Решил забрать прибыльный бизнес Сибири В два этапа Вначале отобрал у Ерофея в два раза больше хлеба, чем положено Когда Хабаров намека не понял, воеводу и вовсе посадил нашего героя в тюрьму Забрав вообще все его активы В 1645 году Хабаров смог освободиться из якутского острога И спустя три года в Якутске сменилось начальство Поэтому Хабаров решил заняться делом А самым прибыльным делом в тогда же Сибири были экспедиции в неразведанные или плохо разведанные земли Но для такого предприятия требовали серьезные деньги Найти добровольцев под обещание будущей добычи можно А вот снарядить их провизией, оружием, боеприпасами, шансовым инструментом уже нет Взять их можно было только в одном месте У нового якутского воевода Тот знал Хабарова как опытного и решительного человека И судил ему 7 тысяч рублей Вернуть деньги, разумеется, следовало с процентами Заодно отдать и половину добычи экспедиции Осенью 1649 года Хабаров во главе с отрядом 70 человек двинулся в сторону Амура Достигнув Даурских земель Он попытался привезти местных в русское подданство и обложить Ясаком налогом Не вышло Дауры были предупреждены промышленные капискатурами У них были выгодные миновые отношения Сюда идет серьезный отряд Прячьтесь или обложить налогом В 1652 году Якутск послал еще одно подкрепление Но дел это не улучшило Начался рост недовольства подчиненных людям Не были в восторге от предпринимательских замашек Хабарова Загонявшего их в долги В августе случился бунт И 132 человека покинуло войско Отправившись вниз по Амуру Чтобы организовать свою экспедицию с добычей Ясака Терпеть такого Хабаров не стал и бросился в погоню В сентябре он настиг предателей Обстрелял их острог из пушек Дело закончилось довольно жестко Часть раскольников насморк забили палками Часть заковали в цепи Пока что Хабаров победил Но обойтись без последствий Такой эксцесс не мог Последствия наглянули в августе 1653 года В виде московского эмиссара Дмитрия Зиновьева Хабарова отстранили от командования И отправили в Москву Для дальнейших разбирательств До Москвы Зиновьев и Хабаров доехали в 1654 году Потянулись суды Вначале Москва оправдала бунтовщиков против Хабарова Потом он подал челобитную на плохое обращение Зиновьев выиграл дело Хабаров просил вернуть его отнятое имущество Но по совокупности его грехов И заслуг государства подсчитало это излишним Но пилюлю покорителю Амура подсластили Хабарова повысили им до звания сына Боярского И отправили им на реку Лену Управлять одной из властей Но спокойно ему там не сиделось Десяток лет спустя Он просил Тоборского воевода Разрешить ему еще одну экспедицию на Амур Но там проблемы копились и без активного Хабарова Поэтому дальше Лены его не пустили Последние свои годы до кончины в 1671 году Ерофей Павлович Хабаров прожил относительно мирно и спокойно Вся амурская эпопея Хабарова Как и многие начинания в Сибири Была продиктована жаждой обогащения На Амуре Хабаров руководители проценты под взяты с судей Но несмотря на все эти побуждения Наш герой сделал главное Запустил маховик русской экспансии Русского продвижения в Преамуре Хабаров больше не вернулся на эти земли Но его отряд никуда не делся И царская власть начала закрепляться в этом месте Впереди были новые столкновения с китайцами Победы, неудачи Десятилетия спустя России придется уйти с Амура Для того, чтобы две сотни лет спустя Вернуться вновь И вернуть Афанасий Никитин Предприимствами Тверской купец Жилкое следователя И неудержим любопытством Он добрался до Индии раньше Других известных современников Афанасий сам того не ведая Опередил знаменитых европейцев Почти на четверть века Русский путешественник сходил за Тремури И оставил после себя богатую Подробностями этнографическую рукопись Биография отважного купца Из Твери весьма обрывочна Но все же по известным деталям Можно отрасль охарактеризовать путешественника К тридцать трем годам у Афанасия Уже был опыт удачных коммерческих путешествий В заморские страны Он был умен и образован Очевидно, к началу путешествия Заработал доброе купеческое имя И безупречную деловую репутацию Поскольку Пошной товар для продажи Получил в счет будущей прибыли То есть долг Кроме того Торговую поездку Каспию одобрил И сопроводил разрешающей грамотой Глава княжества Тверского Великий князь Михаил Борисович Тверской Афанасий Поставил себе ясную цель Продать ценную пушнину В далекой Прикаспийской стране Шерване Купить местный жемчуг И с новым товаром вернуться домой Это интересно Подаришь ты мне девицу Шамаханскую царицу Александр Сергеевич Пушкин В сказке о золотом петушке Имеет в виду царицу того Древнего Шервана Столицей которого был город Шамаха Сейчас Шерван Часть территории современного Азербайджана Весной 1466 года Погрузив товары на ладе Афанасий Никитин вышел из родной Твери Доплыл до Калязина И Углича Откуда без препятствий Добрался до Гастромы Затем прошел Несложный участок до Нижнего Новгорода Без происшествий Добравшие купцы До Казани А потом и до столицы золотой Ордицарая Везде имела пропускную силу Охранная великокняжеская грамота Афанасий попросил благословения У Игумена Макария В монастыре Святой Троицы В Клязине Монастырь затоплен был в 1940 году При создании Углического водохранилища В устье Волги Располагался древний город Хазтархан Астархан Где Восток торговал с Западом Здесь произошла с караваном Первая крупная неприятность Местные поганные татарины Промышлявшие разбоем Пообещали провести Несведущих купцов Безопасным путем По рукаву Волги До устья Обманом вывели сюда на мель После чего Напали и разграбили товар Разбойники Оставили купцам Два корабля И не велели возвращаться назад Чтобы не пожаловались Гости местным властям На разбой и произвол По неволе Афанасий С товарищами Двинулись дальше В пути Приключилась Вторая неприятность Поднялась на море буря И разбила Малую ладью А берег Около местечка Тарки Нынешняя Махачкала Древняя крепость Нарынкала В Дербенте В середине века Цитадель Преграждала путь В Персию В этом месте Дороги Измученные приключениями Путешественников Разошлись У кого были причины Вернуться Те пошли на Русь Кто не мог Возвратиться из-за долгов Тот остался И пошел Куда глаза глядят Афанасий продолжил путь С Дербента до Баку Афанасий Никитин Нанялся в Баку На заработки Черпать ведрами Черную маслянистую жидкость Нефтью в то время Лечились Как мазью Афанасий не терял Надежды поправить дела И вышел из Баку Приплыл в город Чапаку На южный берег Каспийского моря И провел там Полгода В заработках Дальше Афанасий пошел Пешком По территории Персии Останавливаясь В некоторых городах По месяцу Чтобы зарабатывать На еду И дорогу Он устал От странствования По хребтовым перевалам Иранского Нагоря Через 25 дней пути Афанасий Никитин Высадился в Чаули Чуть южнее Современного Мумбаи Очень изумился Русский госнравом И обычаем Идостанцев Сельские Люди очень бедны Ходят все ноги И босы А бояре Богатые и роскошные И ездят На людях Ну на носилках Поразили его Боевые слоны Покрытые Булатными доспехами К хоботу И к клыкам Привязаны большие Мечи кованные И делают На них Городки Крепости За которыми Прячутся воины С луками Подолгу Жил путешественник В каждом Новом городе Записывал Все что видел В городе Джонари Афанасий Пытался продать Жеребца Но местный Хан Давал Тысячу Золотых Монет С условием Чтобы Заморский Гость Стал Мусульманином Афанасий Отказался Еще в Дербенте Во время Крушения У Афанасия Погибли Все церковные Книги В чужеземной Стране Афанасий Как мог Придержался Христианских Постов И праздников Держался За веру Как за якорь Среди множества Религий И богов Вариант Остаться Жить в Индостане Афанасий Никитин Не рассматривал К тому времени Персия Оказалась В междуусобной Войне Дорога Которой Он Прошел Сделалась Опасной Тогда Сторговался Он за два Золотых Сел на корабль И месяц Плыл По Аравийскому Морю До Ормуза Как дошел Он до приближного Города Трапезунда Чтобы пересечь Третье Черное море Наконец По Черному морю Подошел Корабль Балаклаве Гурзуфу А потом Городу Кафа Современная Феодосия Под Днепром С попутным Торговым Караваном Доплыл Герой До Киева А затем Достиг Смоленска Возможно Афанасий Простудился По дороге И ослабленный Путешествием Организм Не выдержал Нагрузки В 1472 году Афанасий Никитин Умер Не дойдя До Смоленска Из имущества При нем Было только Несколько Исписанных Его рукой Тетради Афанасий Смоленска Смоленска В нем Есть Пример Духовной Стойкости Верокерпимой Геннадий Иванович Невельской В России Долгое время Не было точных Данных Об уйти Амур Предполагалось Что распадаясь На множество Рукавов Рекад становится Несудоходным Это требовало Проверки Развитие Восточной Сибири Во многом Зависело От расширения Торговых отношений С Америкой И странами Восточной Азии Это в свою очередь Сильно Зависело От возможности Судоходства Именно по реке Амур И выхода К Тихому океану Через Незамерзающие Воды Японского моря Между тем В России Долгое время Не было точных Данных Об устье Амура В конце 16 века При Амуре Начали появляться Небольшие Поселения крепости Основанные Отрядами Русских казаков Со временем Такая активность На берегах Амура Привела к конфликту России с Китаем Который был Частично Разрешен Путем заключения Нерчинского договора В 1689 году Однако Часть Амура И его Нижнем течении Не была Разграничена Этим договором Между Россией И Китаем И оба берега На тот момент Читались Китайскими В 1845 году Костью Амура Были направлены Экспедиции Под командованием Поручика Петра Гаврилова На небольшом Брике Константин Компания не увенчалась Успехом Константин не смог Добраться до Устья реки В 1847 году На должность Гибрал-губернатора Восточной Сибири Был назначен Муравьев В его Введении Была Самая Обширная И дикая Теятория Российской Империи От Ангары До Канады Включая Аляску Вскоре Прибытие В Иркутск Он вызвал Из Санкт-Петербурга Геннадий Иванович Невельску И поручил ему Исследование Амурского Лимана Лейтенант Невельской В середине 1840-х Годов Был Успешным Морским Марицером Служил На кораблях Ходивших В плавание Под Вымпелом Цесаревича Константина Николаевича Невельской Обратился За помощью К адмиралу Федору Петровичу Литке И 14 1848 Года Был Назначен Командиром Транспорта Байкал Отправившегося На Ковчатку С грузом Для Гарнизона Отплытием Невельской Запросил Разрешение На экспедицию У Николая Первого Не дождался Ответа До отплытия Заручившись При этом Поддержкой Муравьева И начальника Главного Морского Штаба Князя Миншикова Невельской Выбрал Западный Маршрут Кронштадт Портсмонт Трио Дежанейро Месгорн Вальпариасау Гавайские Острова Петропавловск Камчатский Байкал Пробов Пути Восемь месяцев И двадцать три дня 12 мая 1849 года Вошел В Вачинскую Бухту И бросил якорь В Петропавловской Крепости Однако Высочайшего Разрешения На экспедицию Которое Невельской Надеялся Получить До прибытия На Камчатку Так и не было Поскольку Перевод Навигации Охотского Моря Недолг Невельской Не стал ждать Высочайшего Разрешения Императора Решил Начать экспедицию Следуя копии Инструкции Муравьева 30 мая 1849 года Байкал Снялся С якоря В Петропавловской Бухте И направился В сторону Сахалина Невельской С тремя Офицерами И доктором Отправился На юг 22 июля 1849 года Они достигли Места Где материковый Берег Сближается С Сахалинским Невельской Описал Своё Самое Значительное Географическое Открытие Доказал Что Сахалин Считавшийся В то время Полуостров Оказался Островом Это означало Что из Амура Можно плыть Непосредственно На юг Не огибая Сахалин С севера Попадая в Японское море Через Татарский Пролив В течение Лета Экспедиция Некоторое Время Плавала У Юго-западного Берега Охотского Моря Уточняя И Направляя Многочисленные Неточности В картах А затем 1 сентября 1849 года Прибыла В Порт-Аян Где к тому Времени Находился Муравьёв Невельской Доложил Губернатору Об открытиях Донесения О них Пошли В Санкт-Петербург Теперь На очереди Встал Вопрос О заселении И освоении Нижнего Амура Невельской 29 июня 1850 года На берегу Залива Счастья Было основано Петровское Зимовье Сам Невельской Понимал Что Этого мало Для утверждения России В Преамуре Когда на мысе Куэгда Он основал Николаевский пост И в присутствии Собравшихся Из окрестных деревень Геляков И при салюте Из фальконера И оружие Поднял Русский Военный флаг Поступок Невельскова Вызвал Недовольство В Петербурге У него состоялся Серьезный разговор С императором По приезду В Петербург Николай I Отчитал Капитана За самовольство И доложил Положил Перед ним приказ Соро Жалованием Матроса Однако Тут же Разорвал документ Подошел к столу Взял заранее Приготовленный Крест Святого Владимира Поцеловал Невельского И вделал ему Крест-петлицу Муравьеву Николай I Сказал Что он Находит поступок Невельского Молодецким Благородным И добавил Самую знаменитую Фразу Произнесенную Николаем I Где раз Поднят русский Флаг Там он уже Опускаться Не должен Особый комитет Председателем Которого Теперь был назначен Цесаревич Алексей Николаевич Будущий император Александр II Рассмотрел Амурский вопрос Заново И решил Николаевский пост Самовольно Выставленный Невельским Сохранить В виде лавки Российско-американской Компании Но в дальнейшем Никаких новых мест Не занимать 12 февраля 1851 года Император Подписал Постановление Особого комитета Об утверждении Амур До 1855 года За 2 года 1853 года В годах Были организованы Походы Из верховья Амура К его Устью На множестве Судов Доказавшие Судоходность Реки На всем Ее протяжении Сам Муравьев Участвовал В этих Экспедициях Отлично Посетил Устроенные Невельским Посты И некоторые Бухты В конце 1855 года Адмирал Невельской Покинул Амурские Берега Вступив На престол Император В 1555 году Александр II Поручил Муравьеву Вступить в переговоры С правительством Китая Об Амуле Об уточнении Границ Начавшиеся В 1857 году Переговоры Были оформлены Сначала Айгуньским Договором 1858 А затем Пекинским 1860 Годов В результате Чего Преамуре И Исаийский Край Были Признаны Владением Вольшестого Ноября 1894 Года Родился Один Из главных Исследователей Арктики Пионер Изучения И освоения Северного Полюса Иван Дмитриевич Папанин Прожил Довольно Долгую Жизнь 91 Год Папанин Ушел Из жизни 30 Января 1986 Года То есть 37 За годы Своей жизни Иван Папанин Был удостоен Ножества Наград В том числе Успел Стать Дважды Героем Советского Союза Также Был награжден Сразу Девятью Орденами Ленина Помимо Этого Имел Звание Контр-адмирала И научную Степень Доктора Географических Наук Широкую Известность Он получил Еще в 1937 Году Когда возглавил Экспедицию На Северный Полюс На протяжении 274 дней Четверо Бесстрашных Работников Станции Северный Полюс 1 Дрифовали На льдине И вели Наблюдение За магнитным Полем Земли А также Процессами Которые Происходили В атмосфере Северного Ледовитого Океана Иван Дмитриевич Папанин Родился В Севастополе Его отец Был матросом В порту Так что Вся жизнь Мальчика Прошла Рядом С морем Еще Подростком Он начал Трудиться Закончив Всего Четыре Класса Начальной Школы Уже В 1908 Году Он пошел Работать На Севастопольский Завод По изготовлению Навигационных Приборов По этому Поводу Позднее Он Чеховскими Словами Заметит В детстве У меня Не было Детства В 1912 Году Папанина Как одного Из лучших Работников Предприятия Перевели На Судостроительный Завод Бревели Сегодня Таллин А в 1914 Году Призвали На военную Службу При этом Иван Папанин Снова Оказался В Крыму Так как Его отправили Служить На Черноморский Флот В 1918 1920 Годам Принимал Участие В гражданской Войне На Украине В Крыму Организация Повстанческих Отрядов Диверсий С 1920 Года Был Комиссаром Оперативного Управления Прекомандующим Морскими Силами И силами Юго-Западного Фронта С ноября 1920 Года Выполнял Функции Коменданта Крымской Чрезвычайной Комиссии Работал Следователем В 1921 Году Был Переведен На работу В Харьков Военным Комендантом Украинского ЦИК После чего С июля 1921 По Март 1922 Года Работал Секретарем Военсовета Черноморского Флота Через два Года Последовало Повышение Его Перевели В Москву Где Молодой Чекист Занимал С вопросами Почтовой Связи А позднее Возглавил Центральное Управление Военизированной Охраны Со связью Была связана Его работа В Якутии Где он Руководил Работами По Разведению Радиостанций Еще находясь В столице Он успел В 1921 1925 Годах Пройти Обучение На высших Курсах Связи Именно После их Окончания Он и Поехал В Якутию Деятельность Ивана Папанина В 1932 1935 Годах Также Была Он явился Начальником Полярной Станции Бухта Тихая Которая На земле Франца Иосифа А в 1934 1935 Году Работал На станции Которая На мысе Чайюзкин То есть Работать Ему Приходилось В очень Сровых Условиях Однако Именно Тогда Папанин Скорее Всего Окончательно И бесповоротно Влюбился В Арктику Позднее Ивана Дмитриевича Ждали Еще более Сложные Испытания В 1937 1938 Году Произошло То Что И сделало Папанина Знаменитым В нашей Стране И мире Он Возглавил Первую В мире Дрейфующую Станцию Северный Полюс Научные Испытания Которые Были Получены В уникальном Дрейфе Были Представлены Им Общему Собранию Академии Наук СССР 6 марта 1938 И получили Очень высокую Оценку Специалистов Работа Дрейфующей Станции Действительно Позволило Собрать Много Важной И новой Информации О суровых Арктическом Крае За самоотверженный Труд В тяжелых Условиях Арктики Все члены Этой Знаменитой Экспедиции Были Представлены В звании Героя Советского Союза При этом Папанин Вместе С радистом Станции Кренкелем Получил Степень Доктора Географических Наук В конце 1939 Начало 1940 Годов Иван Папанин После 812 Дневного Дрефа Ледокола Георгий Седов За удачную Экспедицию По спасению Ледокола Иван Дмитриевич Был второй Раз Представлен К званию Героя Советского Союза Стоит Отметить Что С 1939 По 1946 Год Он Возглавлял Глав Севморпути Должность Начальника Глав Севморпути И Уполномочия Государственного Комитета Обороны По перевозкам На севере Папанин Занимал На протяжении Всей Второй Мировой Войны Его Работа На посту Начальника Глав Севморпути Была Важна И В предвоенные Годы Так Как Позволяло Решать Множество Проблем С транспортировкой Грузов По Северному Морскому Пути Первые Годы На этом Высоком Посту Он уделял Большое Внимание Постройке Страни Мощных Ледоколов Развитию Арктического Мореплавания В годы Войны Он успешно Организовал Прием И переправку На фронт Военных Грузов Которые Приходили В СССР Морем Из Соединенных Штатов Америки И Великобритании За что В 1943 Году Получил Звание Контр-Адмирала В послевоенные Годы Папанин Постепенно Отошел От практики На пенсию Он вышел В 1949 Году В связи С сердечным Заболеванием Бластинокардия При этом Он не бросал Заниматься Теоретической Научной Деятельностью С 1949 По 1951 Года Он являлся Заместителем Директор Института Океанологии Академии Наук СССР По экспедиции Начиная С 1951 Года И до конца Своей жизни Иван Дмитриевич Возглавлял Отдел морских Экспедиционных Работ В Санкт-Петербург Прошу прощения При президиуме Академии Наук СССР Параллельно С этим С 1965 Года Он являлся Также Директором Института Биологии Внутренних Вод Академии Наук СССР Расположенным В поселке Барок Также Председателем Являлся Московского Филиала Географического Общества Советского Союза Иван Дмитриевич Начался 30 января 1986 Года От хронической Сердечной Недостаточности Довольно Преклонного Возраста Был похоронен Москве На Новедевичем Кладбище За всю жизнь Он успел Стать почетным Гражданином Сразу Четырех городов С родного Севастополя Архангельска Мурманск И Липецка А также Одной области Ярославской Его именем Был назван Мыс Расположенный На Таймыре Горы В Антарктиде Тихом океане А также Остров На Азовском море Также В честь Папанина Были названы Улисы Гради Городов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин